Вот еще чудесная есть новость, которую я обязательно должен успеть прокомментировать, это о том, что есть такая телекомпания «Царьград», и она подняла жуткий бой по поводу того, что эту телекомпанию выкинули нафиг из Ютуба. И, в общем, удовольствие декларировать радости людоедства, оно, конечно, не может быть вечным, но меня удивили эти патриоты из «Царьграда», потому что что они вообще делали на американском канале, и почему они подняли такой кипиш и такую истерику от того, что их с прогрессивного американского канала выпрели. Это же не дикая какая-то земля, Ютуб. Кто-то же занимается серверами, кто-то обслуживает. Это как бы альманах, в котором возможно печататься, но из которого тебя, если ты публикуешь там лишний или неправильный контент, конечно, всегда могут выкинуть. И почему на этом можно обижаться, и зачем вообще нужна была эта история. И вот патриоты... У нас же чебурнет должен быть для этих случаев. Совершенно верно. Да, вот есть места, куда в лаптях не пускают, там не разрешают вонять лоночными. Хотя, честно говоря, «Царьград» совершенно безвредный и безликий в силу очень низкого уровня журналистики и публицистических каналов. Мне вообще пришлось прочитать где-то, что это все от того, что на самого владельца этого «Царьграда» наложены некие санкции, и он лишен, так сказать, доступа к благам цивилизации. Знаешь, нет. Я подозреваю, что весь этот шум, вот этот весь медийный шум и все эти истерики по поводу «Царьграда», они связаны, как ни странно, со Сбербанком. Они связаны с необходимостью иметь заметное средство массовой информации для того, чтобы атаковать беднягу Грефа, который на фоне их всей этой своры действительно выглядит абсолютно цивилизованным человеком. Мы понимаем, что есть альянс Михалкова и вот этого упитанного бородача, который владеет Царьградом. И понятное дело, что Сбербанк – это очень лакомый кусочек и для Никиты Сергеевича, и для упитанного бородача, потому что оба, в общем, находятся в решительном и окончательном проигрыше. В своей жизни Михалков, да, он в свое время получал Оскары, но он с тех пор снял такое количество безнадежно, бессмысленных, разорительных и провалившихся фильмов, а тем не менее какое-то желание активности есть. И вот им показалось, что Сбербанк является легкой добычей, и на него, вот имея какой-то медийный ресурс, очень легко будет зайти, постоянно шельмуя, здесь мы делаем паузу, Грефа как распространителя той самой вакцины, которую ему лично из-под полы дал Билл Гейтс для того, чтобы чипировать бедное человечество. Вот сейчас уже все, я уже запуталась, тормозите, это невозможно, это слишком сложно для меня. Я-то, конечно, торможу, но, понимаешь, тоже очень забавно, потому что, вот для чего образуются такие каналы? Понятно, что есть федеральные каналы, где прислуга в ливреях, холеная, красномордая, зычными голосами. Есть еще «Russia Today» для внешнего контура. И, конечно, никому вот эти серенькие, маленькие, бедные канальчики в обносках, они, конечно, никому не интересны. И даже когда они особо умильным голоском бросаются с бумажкой «Ах, позвольте подтереть за вашим сиятельством», конечно, сиятельство по привычке выберут тех, кто в ливреях роскошно и уже заслужили свою репутацию. Поэтому я подозреваю, что это, в общем, не самый лучший способ борьбы за Сбербанк. И будем надеяться, что, в общем, все это ни к чему не приведет.